Зависимость Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Алексей Катин, врач-психиатр-нарколог, главный внештатный специалист по детской психиатрии и наркологии Минздрава Самарской области, заведующий амбулаторно-подростковым отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера. Добрый вечер! Добрый вечер! Мы работаем в прямом эфире. Доктор ждет ваших вопросов здесь, в этой студии, по телефону 202-11-22. Итак, говорим сегодня о зависимостях. И когда речь об этом заходит, конечно же, все сразу начинают обсуждать зависимости химические. Наркотики, алкоголь. Но ведь в настоящее время принесло нам столько других нехимических зависимостей, что, может быть, стоит поговорить и об этом. И, ну вот, прежде всего, пользуясь тем, что у нас в студии психиатр, скажите, Алексей Александрович, можно ли сказать, что в последнее время увеличилось количество детей, нуждающихся в психиатрической помощи? Ну, если говорить непосредственно о наших заболеваниях, да, наркологических расстройствах, то в настоящий момент идет небольшой рост лиц, страдающих с заболеванием, связанными с употреблениями психоактивных веществ. Здесь, как мне кажется, в какой-то степени играет роль, что сейчас несовершеннолетнему купить их, приобрести проще, чем алкоголь. Потому что если алкоголь продается в общерозничной сети, да, и те же продавцы магазинов, они обязательно проверяют документы, удостоверяющие личность для того, чтобы выяснить, несовершеннолетний человек или совершеннолетний, то через всевозможные мессенджеры наркотическое вещество получить и приобрести подросток, может, не прося взрослого. Поэтому и, соответственно, идет рост. То есть если, например, буквально там 3-4 года назад, да, у нас был рост по количеству лиц, употребляющих алкоголь, то сейчас, наоборот, идет снижение, а у лиц, употребляющих наркотические вещества, рост. А мы сейчас о подростках говорим. О подростках, да. Но в то же время, я не думаю, уверен, что у взрослых та же самая история. А можно сказать примерно, какое количество сейчас состоит на учете у вас? По Самарской области, вы имеете в виду, порядка, наверное, человек 60 несовершеннолетних. Я правильно понимаю, что это же далеко не все? Да, конечно. Я думаю, что это, ну, где-то 10-20% от тех лиц, которые, в принципе, должны получить квалифицированную помощь врача-психиатра-нарколога. Потому что здесь встает такой вопрос о том, что родители сохранные, будем говорить так, да, они переживают за будущее своего ребенка. Если вдруг они обнаруживают, что их несовершеннолетнее чадо стало употреблять наркотические вещества, они не поведут его сразу к врачу-наркологу. Потому что они будут думать, что если мы сейчас так сделаем, то, соответственно, он не сможет пойти в армию, пойти учиться, не получит водительские права. То есть в какой-то степени оказывают медвежью услугу своему ребенку. Все равно такими заболеваниями должны заниматься профессионалы. Поэтому мы всех агитируем и всем предлагаем обращаться непосредственно в учреждение наркологической службы Самарской области. Давайте все-таки поговорим с вами про нехимические зависимости. И вот я, например, вот такой перечень выписала даже. Это компьютерная зависимость, интернет-зависимость, игровая зависимость, зависимость от социальных сетей, работоголизм, фанатизм во всех его проявлениях, религиозный, политический, национальный. Ну, понятно, что не совсем про вас, да, все эти зависимости. Но, тем не менее, как врач-психиатр, наверняка вы наблюдаете расстройство, ну, вот в частности, например, пищевого поведения. То, что на сегодня называют пищевой зависимостью. И, наверное, у всех предпосылок есть, у всех этих зависимостей есть какие-то предпосылки, которые приводят к тому, что вот ребенок оказывается зависим. Можно ли какой-то нам с вами сформировать перечень, вот что приводит подростка, ребенка к зависимости тем или иным? Ну, смотрите, здесь патогенез вообще зависимость, то есть развитие зависимости, неважно, химическое, нехимическое, он, по сути, свои один. Вот, то есть причины, опять же, этих зависимостей, ну, я думаю, что они тоже, по большому счету, идентичны. То есть, будем говорить так, если, например, почему ребенок пристращается к тем или иным социальным сетям, там, да, или в играм, да, в гаджетах всевозможных, то, ну, в какой-то степени здесь играет роль его невовлеченность в какие-то культурно-массовые, там, спортивные мероприятия, так скажем, может быть, где-то родители не уделяют должного внимания, и ему надо же как-то себя реализовывать, да, человек, хоть он и несовершеннолетний, но все это тоже время человек, и он хочет занимать ту или иную позицию в обществе, он начинает заниматься теми же самыми играми, телефоны, в планшете, в компьютере, которые потом впоследствии при высвечивании всевозможных реклам, да, могут привести к той же лудомании, то есть игромании, имеется в виду. Потому что очень часто при просмотрах тех или иных видео обязательно выскакивает реклама той или иной букмекерской организации. То есть ребенок может заинтересоваться этим. Понятность, что у них сейчас наверняка какой-то очень строгий отбор, то есть, да, без паспорта невозможно там зарегистрироваться, но это на легальных, наверное, букмекерских конторах, которые нелегально же тоже существует очень много. И это приводит вот к таким последствиям, как игромания. Всевозможные стрессы, да, там, непонимание сверстников, одноклассников, непонимание с родителями могут привести и к расстройствам пищевого поведения, как вы говорили. И, соответственно, также к употреблению наркотических веществ. Причины, они одинаковые, по большому счету. Я хочу напомнить тем, кто опоздал к началу программы, что сегодня у нас в гостях врач, психиатр, нарколог Алексей Катин. Мы говорим о формировании зависимостей. Ну, собственно, мы договорились с доктором, что будем, наверное, больше внимания уделять сегодня именно детям и подросткам. Но на самом деле, наверное, исходные механизмы есть и у людей взрослых, правильно? Итак, вы уже заговорили о том, почему ребенок уходит в интернет, почему формируется зависимость от гаджетов. Ну, а вот вообще воздействие компьютерных игр на психику, оно же, наверное, не безобидно. Ну, конечно, потому что при играх, компьютерные игры или игры на приставках, там постоянно меняются кадры, какие-то всевозможные цветоощущения разные, да, соответственно, конечно, это оказывает влияние на кору головного мозга. И могут произойти какие-то изменения и привести вплоть до эпилептических расстройств. Конечно, за этим нужно следить. Не зря же говорят, там, поиграть как бы можно, да, но какое-то определенное время. Многие родители так делают. То есть целый день нельзя давать ребенку играть. Что, во-первых, нервная система формируется, она растет, то есть она не до конца, головной мозг не вырос, не до конца сформирован. Соответственно, лучше не вносить туда всевозможные правки, да, такие внешние, будем говорить так. Поэтому, соответственно, за этим нужно следить обязательно родителям. Ну, а потом игры, они ведь чаще всего это нужно кого-то убить, застрелить, взорвать. Мы с вами, конечно, не можем сейчас прямую связь, наверное, проследить, но вообще возможно она вот в этих ситуациях, у нас в нескольких российских школах уже были истории, когда дети приносили оружие, убивали одноклассников. Могут компьютерные игры быть, ну, каким-то неким толчком к тому, что формируется вот такое понятие внутри ребенка? Конечно, может. Что далеко ходить, если у нас даже фильмы и сериалы, которые показывают по телевизору, да, потом могут привести к каким-то инцидентам, где подростки, и не только подростки, пытаются транслировать сюжеты, игры, фильмы, сериалы, да, в реальную жизнь. Такое очень часто бывает. И в основном, да, во всех компьютерных играх, как вы правильно сказали, неважно там, что, какого она формата, да, там обязательно нужно пройти босса, будем говорить так. Соответственно, конечно, на ребенке это откладывает впечатление. Да не только на ребенке, и на взрослом. Психика нарушается. Опять же, тут понимаете еще в чем дело? То есть все же там в этих компьютерных играх еще происходит спонтанно. То есть очень часто такое бывает, что человек проходит, да, определенные там какие-то уровни, вдруг тут раз, и какие-то изменения, ну, резкий звук, резкий крик какой-то или еще что-то, конечно, тоже отражается. Это стрессовая ситуация. То есть человек, играя в тот или иной компьютерную игру, постоянно находится в психотравмирующей ситуации. Конечно, это может привести к каким-то, к развитию пограничных психиатрических расстройств. Будем говорить так. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вопрос ваш. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. А пусть пройти в лете анализное лечение? Вопрос понятия? Да, спасибо за вопрос. По законодательству Российской Федерации, анонимно, а именно на какой-то коммерческой, хозрасчетной основе, дети медицинскую помощь не получают. Независимо это, ну, и непосредственно наркологическую и психиатрическую. А пройти лечение, понимаете, это не значит встать на диспансерное наблюдение. Диспансерное наблюдение, диагноз, значит, что у человека должно быть заболевание. Поэтому мы всегда и говорим, приходите, приводите своих детей. Мы их обследуем, поговорим. И не факт, что если он один-два раза употребил, это же не говорит о том, что он лицо, страдающее алкоголизмом или наркоманией. Это никогда не бойтесь, никто его на учет сразу так не поставит, и жизнь вам не испортит. Даже если он и будет какое-то время находиться на профилактическом диспансерном наблюдении, согласно наших нормативно-правых актов, при выполнении определенных задач, которые поставлены несовершеннолетнему, это диспансерное наблюдение, профилактическое наблюдение прекращается. Я вот хотела бы сейчас еще буквально на минутку вернуться к теме интернет-зависимости. Я думаю, вы тоже были свидетелем. Сейчас родители нередко с гордостью говорят, мой ребенок, которому нет еще двух лет, сам может включить мобильный телефон, включить там какую-то игру, открыть YouTube, что-то просмотреть. И это считается показателем хорошего перспективного развития ребенка, что он очень умный, что он может вот такое делать. И при этом малыш ведь не может иногда даже сложить пирамидку, и у него отсутствуют базовые навыки. Вот есть ли здесь противоречия? Ребенок умный, он разбирается в гаджетах, а у него нет каких-то других способностей, которые вот они уже должны быть развиты в это время. Ну, здесь в первую очередь речь идет, конечно, о том, что, как я говорил ранее, причина возникновения тех или иных зависимостей – это малое уделение времени своему чаду родителями. То есть это почему он берет телефон? Да и родители дают, чтобы не мешал. Да, родители дают, чтобы он их не отвлекал, не мешал. Поэтому он берет телефон. Он его берет, и хоть он там у 2-3 года, да, он же понимает, что с ним никто в пирамидку не поиграет, никто ему стихотворение не расскажет, да, какое-то. Никто с ним какие-то обычные дела делать не будет. Поэтому, соответственно, он и акцентирует свое внимание только на этом. И даже телефоном ему не помогают пользоваться, да, грубо говоря. Получается, ему самому приходится включать тот же YouTube, там, Кукутиков или там что-то еще. Что бы вы посоветовали все-таки родителям вот именно в этом плане? Как не пустить ребенка в гаджет с зависимостью? Ну, не зря же есть такая поговорка, что посеешь, что и пожнешь, правильно? То есть, если мы своего ребенка, своих детей, да, не будем вкладывать и учить их каким-то, как вы говорили ранее, да, базовым навыкам жизненным, то есть, не зря же придуманы эти пирамидки, там, что кубики, да, то есть, для того, чтобы он складывал, развивал моторику, рук, она потом помогает в развитии центральной нервной системы. А телефон не помогает. Поэтому, соответственно, необходимо отстранять свои дела, там, да, до тех пор, пока ваш малыш не лег отдыхать, так скажем, да, стараться больше уделять времени ему, потому что все начинается с малого, с телефона. Сегодня он играет в телефон, завтра он начинает с вами переговариваться, потому что, соответственно, его так научили на YouTube. А дальше все, что угодно с ним может произойти. Не будем говорить, что каких последствий, но произойти все, что угодно. Воспитание посредством интернета, да, может далеко завести. Напомню еще раз, телефон нашей студии 202-11-22. На ваши вопросы отвечает врач-психиатр-нарколог Алексей Катин. Ну, и я не знаю все-таки, вот, а какой из зависимостей химических вы бы, и даже, может быть, в условиях нашего региона, поставили на первое место, которое вас больше всего беспокоит, которое сегодня актуальнее? Ну, самая актуальная зависимость, это сейчас зависимость от синтетических, психоактивных веществ, от так называемых солей, всем известных, синтетических катинонов. Это просто, ну, наверное, как чума 20-го века, это был ВИЧ, так и сейчас чума первых, наверное, десятилетий 21-го века, это вот как раз зависимость от синтетических катинонов. Потому что в 90-85, наверное, 90% случаев, это все, кто у нас страдает наркотическими заболеваниями, это в основном лица, употребляющие синтетические наркотики. Сколько лет самым маленьким? Ну, наверное, не наверное, а точно 14. 14 лет. Потому что он заходит в один из мессенджеров, там заказывает им, приносит, покупает. Чем привлекают подростков вот эти вещества? Ну, чем они привлекают? В первую очередь они хотят казаться, потому что это все происходит, где им дают попробовать? В компаниях, где есть дети постарше, будем так говорить. То есть и ребята, мальчишки, девчонки, они начинают тянуться к этим взрослым, потому что они интересные с ними, там есть о чем поговорить, ну, в их понятии мировоззрения. Вот. И для того, чтобы не отличаться и с толпы, да, и так же казаться взрослым, они начинают с ними вместе употреблять их. Поэтому, если вдруг ваш ребенок изменил свое поведение, свою компанию, обязательно забейте с тревогу, не обязательно сильно, но проследите за своим ребенком, узнайте, поговорите, почему так произошло, почему он играл в футбол, а теперь вдруг он перестал этого делать, перестал ходить на секцию, или там, хоккей, бокс, волейбол, не важно, любой спорт, или там, какие-то культурные мероприятия посещал. Это вот один из первых признаков начала употребления наркотических вещей. То есть сейчас такие наркотики, которые употребляются в самом начале через слизистые оболочки. То есть через, ну, понимаете, да, там, десны, носовая полость, да, там. То есть нет, сейчас уже такого редко случается, когда там родители находят какие-то следы проколов на венах, там, да, там шприцы какие-то, еще какие-то приспособления. Такого уже нет, то есть тут, ну, редко бывает. Обычно, знаете, это как происходит, человек употреблял синтетические наркотики, и в итоге все равно очень часто приходят потом к внутривенному инъекции. То есть это неизбежно, если вовремя это дело не все не приостановить. Как быстро формируется зависимость на синтетические наркотики? У детей вообще все быстро формируется, потому что нервная система не сформирована, а, соответственно, нейромедиаторная связь, вот это приведение, проведение нервного импульса, она не сформирована до конца. И вот эти наркотические вещества, они очень быстро встраиваются в эту цепочку, и, соответственно, уже жизнедеятельность нормальной организма, она не может продолжаться без употребления психоактивных веществ. У детей, ну, где-то, наверное, в 2-3 раза быстрее, нежели, чем у взрослых. А что происходит с организмом ребенка после того, как он вот становится зависим от этих препаратов? Чем они опасны? Ну, раз эти вещества психоактивные, не зря же их так называют психоактивные, а психоактивные вещества – это вещества, которые действуют на функционирование центральной нервной системы. И так как центральная нервная система и ее работа нарушена, а все органы и системы другие в нашем организме без иннервации работать не могут. То есть без осуществления нервной проводимости, как я говорил. Соответственно, здесь происходит нарушение работы других органов системы. Конечно, это происходит ни за месяц, ни за два, да? То есть мы тоже это все прекрасно понимаем. Но дойти до точки невозврата, особенно в несовершеннолетнем возрасте, очень недолго. Сейчас я предлагаю вместе с нашими зрителями узнать, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись. После этого мы вернемся в студию и продолжим разговор. Самарские ученые разработали способ лазерной экспресс-диагностики парадонтита. Заболевание можно будет выявить за считанные секунды с помощью лазера. Он проанализирует состав эмали зуба и выявит отклонение от нормы. На стадии зарождения парадонтит протекает практически бессимптомно. Служба санавиации спасла жизнь мужчине из рождествена. Его эвакуировали со множественными переломами ребер. Помимо этого, у больного снижалось давление и упал кислород в крови. Появились проблемы с насыщением крови кислородом. С помощью передового оборудования в вертолете пациенту обеспечили подачу кислорода и вовремя доставили в больницу, где провели лечение. Более 15 тысяч жителей региона прошли углубленную диспансеризацию. Обследование проходит в два этапа. Сначала берут анализ крови, делают рентген и проводят спирометрию. Для людей, перенесших коронавирус, предусмотрен дополнительный ряд тестов. На втором этапе назначаются дополнительные обследования и затем лечение. Врачи больницы имени Середавина спасли пациента, пережившего клиническую смерть. Мужчина поступил с диагнозом «острый коронарный синдром». Специалисты зафиксировали остановку сердца. В течение 50 минут врачи реанимации возобновили сердцебиение, а после провели восстановительное лечение. При этом удалось избежать неврологических или когнитивных нарушений, что случается довольно редко. Новые машины отправились в 19 медучреждений Самарской области. На автомобилях неотложной помощи медработники будут оперативнее оказывать помощь пациентам, посещая их на дому, доставляя лекарства и проводить профилактические мероприятия и диспансеризацию. Всего в этом году в учреждении первичного звена будут распределены 97 автомобилей. Мы снова в студии программы «Звоните доктору». Сегодня о различных зависимостях детей, подростков, ну, собственно, и взрослых. Мы говорим с врачом-психиатром-наркологом Алексеем Катиным. Телефон в студии 202-11-22. Еще есть немного времени. И особенно в свете того, что многие стесняются, волнуются, не хотят пойти в наркодиспансер с проблемами, можно вот сейчас делать это практически анонимно, позвонив к нам сюда, Алексей Александрович ответит на вопросы. Итак, мы говорили про синтетические наркотики. Скажите, а вот вы, разговаривая с подростком, определите, употребляет он или нет? Ну, так сказать, на 100% я тоже не могу. Потому что все мы люди, не ошибается только тот, кто ничего не делает, так скажем. Ну, и поэтому в помощь врача у нас существует целая бригада. То есть у нас и психотерапевты работают, и социальные педагоги-психологи, и клинические психологи. Есть целая армада, так скажем, тестов, на бессознательных тестов, на которых нет правильного и неправильного ответа, по которым как раз по бальной градации, которую набирает ребенок, можно и определить, есть ли у него какие-то обсессивно-компульсивные влечения, так скажем, или нет. Поэтому мы стараемся. Может быть, кого-то мы в своей жизни и пропустили. Будем говорить прямо, открыто. Но так я не думаю. Ну, а вообще диагностика какая существует? Если вот родители уж совсем категорически сразу не хотят пойти к вам, то, может быть, какие-то анализы можно сдать, чтобы определить? Смотрите, что касается анализов, которые продаются в общерозничной обсеченной сети, я сказать точно не могу. То есть на все ли виды психоактивных веществ, наркотических непосредственных веществ, там есть индикаторы, маркеры или нет. У нас на базе наркологического диспансера, то есть в нашей материально-технической базе, это все имеется. Вы всегда можете привезти своего ребенка, и мы его обследуем. Несколько лет назад был страшный шум по поводу того, что предлагалось ввести тестирование в школах, в колледжах на употребление психоактивных веществ. Насколько я понимаю, сейчас тестирование такое проводится, да? Да, оно проводится ежегодно, с 2016 года. Какие результаты оно дало? В принципе, мы каждый год кого-то определяем. По одному-два человека обычно не больше. Это добровольное? Да, это добровольное. То есть как обычный профилактический медицинский осмотр. Просто в него входят еще и тестированные наркотические вещества. Каждый год, я говорю, где-то одного-двоих мы выявляем, начиная, наверное, с 2020 года. А в 2021 году у нас 8 человек мы выявили. В 2022 году, да, в 2022 году 8 человек. А дальше что вы выявили? При выявлении приглашаем этого ребенка, или не совершили, потому что в колледже в основном они уже все совершеннолетние, мы их приглашаем. Мы никому не сообщаем, ни в полицию, ни в школу, никому. То есть мы его, он пишет свой номер телефона на амбулаторной карте, и мы ему звоним, он приходит, и уже разъясняем, согласно законов, приказов, что ему делать, как себя вести. Осматриваем его, опять же. То есть это не говорит о том, что мы выявили, например, человека, в том году был случай, выявили ребенка. У него показало фенобарбитал, барбитурат. У нас как бы есть такой код диагноза МКБ. Мы, например, могли взять его на диспансерное наблюдение. Но при сборе анамнеза, да, то есть когда мы общались, выясняли историю его, вот этого заболевания, на основании которого он выяснил, что он лечится у врача-невролога, да, и этот лекарственный препарат был выписан ему по рецепту. То есть здесь же мы не будем же человека брать на диспансерное наблюдение. Все-таки это по назначению врача сделано. То же самое касается и с наркотическими веществами. То есть к нам приходит ребенок, мы его начинаем обследовать. Если мы у него там на протяжении какого-то времени больше при заборе биологической жидкости ничего не находим, то и при проведении тестирования, психологических тестов, которые я вам говорил, явных признаков зависимости не выявляем, то мы тоже не будем брать на диспансерное наблюдение. Насколько корректно и щадяще проходят все вот эти обследования? Потому что понятно, что родители наверняка переживают очень за это. Не сломать психику ребенка еще. Вы знаете, в этих обследованиях нет ничего особенного. Они будут их преследовать всю оставшуюся жизнь при поступлении на работу, при получении водительского удостоверения. То есть это обычный анализ мочи, где при ребенке все это по сути своей и происходит, осуществляется. Ну, уже заканчивая вот этот разговор, наверное, еще раз стоит все-таки призвать всех, да, если уже случилась такая проблема, к родителям прежде всего мы обращаемся, то необходимо прибегнуть к помощи специалистов, и чтобы это все не ушло куда-то в непоправимые дали, правильно? Да, и это касается не только детей, но и взрослых. Все, на этом мы прощаемся с вами. Спасибо, что были с нами эти полчаса. Благодарю вас, Алексей Александрович. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин